мир вам уважаемые друзья дорогие коллеги мы с вами снова на канале психфанта который всегда на вашей стороне ну и благодаря нашей эмблеме вы видите ее на слайде нашему девизу о плаке у мертвых разбивай молнии мы сегодня начинаем свой рассказ из импровизированной студии вы привыкли уже что если мы выступаем из импровизированной студии то это что-то срочное здесь не совсем срочная но в общем то нас попросили наши зрители рассказать о скандале с концертом глюкозы и антидепрессант что мы сделали мы не пошли до поводу у наших зрителей мы вывесили голосование на вкладке сообщества очень вас прошу заходите теперь постоянно вкладку сообществ там будут голосования не только по поводу того по букве вам какой-то препарат но и в частности делать ли нам тот или иной выпуск потому что нам кажется что вы наши ну собственно говоря настоящие хозяева на нашего блога и вы соответственно обязаны определять нашу с вами стратегию мы конечно тоже будем участвовать поэтому на вкладку сообщества заходите голосуйте и так две трети наших зрителей участников голосования проголосовали за то чтобы скандал с концертом глюкозы антидепрессанток был нами разобран ну собственно говоря мы решили это разобрать а ну я думаю что все уже знают что был концерт в красноярске вот эта певица которая называется глюкоза вела себя неправильно в чем она себя вела неправильно из этого слайда видно текст говорит о том что она не попадала в ноты трогала себя в интимных местах но как она себя трогала в интимных видно вот на этом фото действительно в общем трогал ну и это всех возмутило мы сейчас эту часть скандала рассматривать не будем исключительно займемся медицинской частью которая тоже на самом деле очень и очень важна чем певица глюкоза объяснила свое поведение она рассказала о том что она потеряла бабушку которая воспитывала кстати мы выражаем сочувствие она у него развился конфликт с бывшим продюсером тут я честно говоря не знаю на какой стороне быть поэтому но мы конечно не хотим никаких конфликтов мы против конфликтов но конфликт видимо какой-то серьезный который застраги затрагивать материальную на сторону нашей жизни ну и соответственно у нее возникли панические атаки кстати вот посмотрите пожалуйста у нас здесь лечение тревоги плейлисто этом плейлисте очень много пролечения так называемого панического расстройства а так вот это самое паническое расстройство действительно проявляется паническими атаками но только определенной тяжести с определенной повторяемостью они должны соответствовать критериям так что неясно было ли у нее психическое расстройство из-за этого высказываний ну что тут не под間 ничего не поделаешь это все-таки не психиатрический анализ но дальше ей прописали лекарства, снотворные и антидепрессанты. Поскольку она никогда с ними не контактировала, то она не знала, что они меняют поведение. Ну и в общем вот все так получилось. Вот такое объяснение. Прежде всего я хочу сказать, что я уполномочен нашим гуру-учителям психфармачем, которого, как вы понимаете, в импровизированной студии нет, в отличие от нашей стационарной студии. Так вот он уполномочил нас заявить, что это все ложь, обгдеж и исключительно провокация. Я вам постараюсь объяснить, почему это так. Как всегда, я основываюсь на данных науке. Это схемка, она очень-очень простая табличка, взятая из творчества Стефана Сталя. Это ведущий клинический психфармаколог в мире, который работает в Сан-Диего. Его книжки издаются на русском языке, вы можете посмотреть, там все это есть. Значит, обратите внимание, что наша с вами половая функция, она очень-очень просто устроена. И я думаю, это не случайно. Обратите внимание, есть всего несколько веществ, которые критически влияют на наши с вами половые функции. Ну, например, если у тебя много дофамина, то будет либидо, то есть стремление вступить в половой акт. И, соответственно, ты получишь удовлетворение. Напротив, если у тебя пролактина много, то ни о каком либидо стремление вступить в половой акт нет вообще даже и мысли, удовлетворения тоже нет. Следующая стадия это эрекция у мужчин и любрикация, то есть увлажнение влагалища у женщин. Здесь три вещества от силхолина, оксид, азота способствуют этой функции, норадреналин, наоборот, гасит эту функцию. Ну и последний, эякуляция и оргазм, это норадреналин способствует тому, что эта функция реализуется, а серотонин ее давит. Обратите внимание, тут нет никакой ошибки, норадреналин может оказывать как положительное, так и в сторону отрицательных моментов действовать. Так вот, давайте посмотрим, как, собственно говоря, работают антидепрессанты в свете этой схемы и могла ли она там себя действительно под влиянием антидепрессантов трогать за интимные места. Сразу хочу сказать, что мы придумали с помощью наших зрителей, потому что мы их опрашивали, установили, что есть антидепрессанты, которые отличаются так называемым рецепторным действием. Они действуют на рецепторы. Кто хочет уточнить, посмотрите, у нас на блоге есть про механизмы действия антидепрессантов. Так вот, эти антидепрессанты все очень и очень неэффективны. Они настолько неэффективны, что мы их действия на нейроны обозначаем мелкими буквами. Ну и поднимается стрелочка вверх, это активизация нейронов. Я вам честно скажу, что все эти антидепрессанты в общем-то мы так условно называем недосантами. То есть это недоантидепрессанты. Ну и давайте представим себе, что если кто-то, какой-то врач назначил недосанты глюкозе, что от этого может быть? Собственно говоря, ничего от этого не может быть и вряд ли ее сексуальное поведение как-то бы изменилось. Потому что в принципе эти препараты, еще раз хочу сказать, очень и очень слабые. Но есть препараты, которые довольно эффективны. Это по мнению наших зрителей и по мнению мировой науки, в том числе по мнению профессора Штефана Стали Сан-Диека. Они хорошо переносятся. Это так называемый селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Случайно в этой группе целых шесть препаратов. Все они повышают активность серотониновых нейронов. И буковка С большая говорит о том, что действительно эффективные препараты. Так вот, давайте вернемся к этой схеме. Мы увидим, что если у человека повышается активность серотониновых нейронов, то у него тормозится эякуляция и оргостическая функция. То есть они скорее способствуют торможению нашей с вами половой жизни, нежели чем возбуждению. Ну и это еще не все. Там есть оксид азота. Так вот, этот оксид азота, это вот такие вот, вы видите, молекулы. Надо вам сказать, что селективный ингибитор обратного захвата серотонина, некоторые, не все, например, пароксатин, флуоксатин, сертралин, они могут способствовать тому, что вот синтез оксида азота, вот этот фермент нейтроксид синтетаза, она тормозится. И если она тормозится, то тогда оксида азота не будет. А если не будет оксида азота, смотрим, у нас с вами не будет эрекции и не будет любрикации. Опять же, еще раз, вот это действие антидепрессанта, она серьезным образом противоречит утверждениям глюкозы. Но и это еще, на самом деле, не все. Дело в том, что серотонин, который выделяется под влиянием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, действия на серотонин в рецепторе типа 2 способствует тому, что пролактин выходит из своих депо и начинает шуровать по нашей с вами крови. Давайте вспомним, что такое пролактин. Пролактин это гормон, который способствует торможению либидо и удовлетворению. Итак, перед нами еще один фактор, который способствует тому, что, в общем-то, трогать себя ни за какие места не хочется. Ну и это еще не все. Есть препараты, тоже достаточно эффективные. И это обозначается буквами большими С и Н. Это серотонин в инор адреналиновые нейроны. Обратите, пожалуйста, на стрелочка вверх. Это значит, активизация происходит. Ну и плюс Д. Буквка Д маленькая. То есть, к сожалению, все наши препараты, они довольно мало выделяют, способствуют активизации дофаминовых нейронов. Ну, надо вам сказать, я, честно говоря, не думаю, что кто-то в здравом уме и в твердой памяти назначил бы глюкозить трициклические антидепрессанты. Ну, потому что это, в общем-то, конечно, по-настоящему, ну, это трудно подать тебе антидепрессанты просто выступать, там на сцену даже выйти. Ну, скажем, вот долоксетин и венлофоксин, вот они здесь, ну, тут вполне что-то и возможно. Так что, давайте посмотрим, а как эти препараты, что они вообще добавляют. Значит, помните, да, повышается активность серотониновых нейронов, это уже у нас было. Значит, они вполне могут гасить активность оксида азота, это, кстати, еще изучается, ну, может быть, и не гасится, но в плане влияния на норадреналин. Давайте, пожалуйста, рассмотрим, ведь вроде как норадреналин в этой ситуации позитивен, в этой ситуации негативен. Ну, я вам могу честно сказать, что эту ситуацию мы можем решить довольно просто, за счет того, что она принимала снотворный. Ну, а что такое снотворный? Вообще, зачем они нужны? Вот, человек не может заснуть. А почему он не может заснуть? Потому что у него работают ацилхолиновые нейроны, он что-то вспоминает, многие говорят, вот у меня крутится постоянное воспоминание. Кто-то в этот момент, когда вы хотите спать, начинает шуметь, и ваше внимание приковывается к источнику звука, это работают норадреналиновые нейроны. Ну, и, наконец, гистаминовые нейроны, они обеспечивают нам бодрствование, причем бодрствование такое напряженное. Если они активны, то понятно, что ни о каком с ней не идет речь. Поэтому все снотворные они так или иначе снижают активность ацилхолиновых, норадреналиновых и гистаминовых нейронов. Давайте теперь вернемся к этой самой схеме. Наложим эти данные на схему, увидим, что норадреналина не будет, ацилхолина не будет, пролактин будет, серотонин будет. Это означает, что от половой функции глюкозы при приеме антидепрессантов, я имею ввиду, конечно же, антидепрессантов эффективных, которые действительно действуют, ничего не останется. Поэтому трогать себя за интимные места в общем-то бесполезно, да и вряд ли даже захотелось это делать. Теперь я что обратил внимание, надо же как-то все-таки объяснить, почему это все случилось. Я обратил внимание на появление таких двойных фото, то есть показывают глюкозу, я так понимаю, давящего периода и показывают, что происходит с глюкозой в настоящее время. И вы видите, что разительная разница. Конечно, к сожалению, все мы не молодеем, мы стареем и возраст отбирает свое, и не только у женщин, вновь и у мужчин. Но здесь это вот мне напомнило вот такие фотографии, которые тоже очень любят противники наркотиков. Вот они просто действительно и вот здесь реально это все видно. Берут человека, который не страдал наркоманией, то есть до того, как он стал употреблять и после того, как он стал употреблять наркотики. Наркотики, в общем-то, конечно, старят человека. И вот, конечно, под влиянием наркотиков может быть тоже изменение поведения, поэтому мы настоятельно советуем певице глюкозы все-таки несмотря на то, что она говорит, что принимала антидепрессанты и снотворные, все-таки обратиться к наркологу. Я думаю, что это может ее спасти, потому что на самом деле консультация нарколога, даже если она их не принимает наркотики, может, конечно, проявить какие-то интересные особенности, может быть, она что-то еще там употребляет, но факт такой, что в нашей стране злоупотребление различными психотропными препаратами все равно это наркологи. Собственно, все, что я хотел вам сегодня рассказать, пожалуйста, пишите нам комменты, лайки, подписка обязательно, потому что вы смотрите все это сделали для вас и нам важно, чтобы эта информация распространялась по интернету. Хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!